Санкт-Петербург 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 Гидропривод, который будет поднимать затвор вверх, заказан за рубежом. Разместить этот заказ в России не удалось по причине жестких сроков исполнения и специальных требований к цилиндрам. Например, покрытие штоков металлокерамика. Каждый цилиндр подъемного механизма затвора весит около 50 тонн. Таких цилиндров будет смонтировано 4. Этот котлован на месте строительства – часть судоходного канала, ограниченная с финской и Невской стороны временными перемычками. Сегодня он уже затоплен, и это важный этап строительства. Скоро здесь пройдут первые многотонные суда. Проект этого уникального сооружения разработал институт Лен Морнии проект. Сейчас работы на С-2 ведут субподрядчики корпорации «Транстрой». Они возводят здание, откуда будет осуществляться руководство всей сложнейшей механикой сооружения. Завершают монтаж различных сетей и коммуникаций, занимаются подъемным оборудованием моста и затвора. Опыт строительства подобных сооружений у «Транстроя» уже есть. Корпорация начинала возведение судопропускного сооружения С-1 здесь же, в Финском заливе. Строительство ключевых объектов защитного комплекса Санкт-Петербурга от наводнений – важнейшая задача, выполняемая сегодня инжиниринговой корпорацией «Транстрой». Город регулярно терпит убытки от наводнений, поэтому экономический эффект от возведения дамбы трудно переоценить. Главные составляющие этого проекта после его завершения – контроль над уровнем воды в Невской губе и Неве, быстрый и беспрепятственный проход судов, регулярное автомобильное движение между Петербургом и его историческими пригородами. Субтитры создавал DimaTorzok